Ребята, что творится на полках в магазине? Скупают весь сахар. Смотрите, вообще пусто. Сахар по 54 рубля. Видите, пусто. Даже 5-килограммовый. Один вон мешок затерялся. Добрый вечер. Пришла с работы. Такой у меня мини-мукбанг. Чашечка кофе под мой костюмчик. Вот с такой пеночкой. И такой замученный бутерброд. В принципе, он свежий. Но вот такой вот хвостик тут остался. Ладно, с хлебушком. Я все равно сейчас буду готовить. В принципе, есть еда. Ладно, мне просто охота с вами пообщаться. Уже давно такого не было. Я видео вставила, что полки пустые. Немножко такие, знаете, рабочие моменты сейчас поговорим. Значит, пришло официальное распоряжение завтрашнего дня. То есть, 6-го числа, сегодняшний влог. А на продукты в ограниченном, короче, в ограниченном давать. Продавать, вернее. В ограничении. Вот. Уже язык не вяжет. Сегодня народу вообще-то рыже было. Значит, согласовали ограничение на гречку, сахар, тушку. Ограничение в 10 килограмм. Вот. Все это серьезно. То есть, будут отслеживать, чтобы не больше. Я не знаю, с чем это связано. Но, говорят, все магазины. Не только это. Магнит. Это всех касается. И ленты, и марьера, и все-все-все. Значит, повесят макет для размещения на кассе, что будет там не больше 10 килограмм на руки. Вот. Тушку. Тушку это курица. Дальше. На все цены поднимает, вернее, и не только в нашем магазине. Например, детский мир. Сейчас вам вообще расскажу трэш. Сегодня люди залетают и такие. У вас еще цены более-менее. Я говорю, в плане. Она говорит, вот на кашу, на детское питание. Потому что зашли в детский мир. Вот такие вот маленькие подгусники стоят. Полторы тысячи. Полторы. Она говорит, вообще. У нас она вот такие взяла, допустим. Какая-то японская фирма или корейская. 700 с чем-то. Она говорит, это еще божеская цена. У вас еще, говорит, по старой цене продают. Каши. Обычные каши. Вот это. Мне несли, по-моему. Я здоров или как они? 200 с чем-то. У нас, допустим, 133 рубля. Это вообще ужас. Люди вот с такими глазами. Она говорит, все дорожает. Ну, говорит, у вас тоже там в каких-то это подорожал. На какие-то продукты питания. Сегодня хватали сахар. Мука. Ну, не все вот люди. Я не знаю, куда набираются там. Вот. Гречки, допустим. Там кто по 5 этих пакетов. Ну, по килограмму. Кто по 10. Ну, все по-разному. Сегодня один парень забежал. Ой, у вас, говорит, хоть это. Можно там 10 килограмм купить. Ну, то есть у нас там можно. В принципе, сегодня было и 10, и 20, и 30 килограмм купить. Не больше 50. Ну, как обычно по правилам. А то, говорит, в Мариера не больше 2 килограмма на руки. Я говорю, нам самогон гнать. Он говорит, да. Я, говорит, как раз успел перед этим, говорит, какой-то финский самогон купить за 25 тысяч. А сейчас он говорит, 52 тысячи. Мы такие, ну, все такие люди ха-ха-ха в толпе. Но и смеются, и, знаете, в принципе, не очень смешно, что творится. Это же и не только по продуктам. Машины, новости открываешь, вообще все поднимается. Латуале, кстати, с девчонками сегодня общалась, которые в Латуале работают. Я говорю, как у вас это по санкциям? Она говорит, скидки все убрал в магазин. Ну, то есть, это сеть магазинов, убрали все скидки. Представляете, да? А я вот только, блин, буквально на днях хотела. Ну, крем присмотрела, думаю, зарплаты, ну, куплю. Или вот, ну, вот-вот появятся деньги, пойду. Что это? Капец, я не знаю. Сейчас вообще такие цены будут. Знаете, если что, в принципе, можно и советским накраситься. Вон, Гринмаму купила. Я не знаю, что там это производство. Вот. Жесть. Ой, что еще? Конечно, все это вообще печально. Я так предполагаю. Знаете, что я предполагаю? Как раз накануне все люди кинулись снимать деньги, да? У людей налички. Они сегодня только пятитысячные, пятитысячные. Видно, выходные за подарками ходят и достают пятитысячные. То есть, из своих запасов, да? Я думаю, что вот это кипиш еще создают специально, чтобы у людей выманить побольше денег. В плане, Лутуаль, да, убрал скидки. А, все, блин, сейчас вот это закончится. Никто ничего возить не будет. Все сметают. А, на сахар, гречку там ограничения надо брать. Все сметают. То, все, блин. В итоге, вот вспомните, как с этим, когда ковид начинался. Вот та же самая эпопея. В итоге люди деньги, все свои скопления несут в магазины скупать. Оставлять в магазине. Трэш, короче. Ну, а мы сегодня получили монету. Мы заказывали монету. Как вам? Императорский монетный двор. Она стоит с доставкой. Через почтовый ящик. 300 рублей. 299. Вот такая вот монета. Ну, она обычный металл. Вот так. Так, значит, что за оборону Сталинграда. Вот так вот. И с другой стороны, вот, вот так выглядит. В таком специальном, как, не чехол, но такой вот пластиковый. Здорово. Ну, вот надо будет 300 рублей заплатить. Здесь вот оплату прислали. И, ну, всякая, короче, информация, что вы можете, блин, золотую заказать. Вот такого вот плана. Продукция. Вот. Там в золоте, как хотите. Цены разные. Сейчас на золото тоже цены подняли. Вот такие вот дела. Ну, все, в принципе, я вам информацию всю рассказала. Как у вас в городах это происходит? Ну, все, мои хорошие. Пошло все. Ну, все, мои хорошие, заканчиваю. Все, всем пока. Всем счастья, мира, здоровья, терпения. Надеюсь, все будет хорошо. Все, всем пока, мои хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok